Доброволец Вот мы и прибыли в зону выполнения задания. Дальше продвигаться небезопасно. Разведка выполнила свои полномочия. Все кто остался в моем подчинении рассредоточьтесь. Выдвигаемся звеньями. Огонь раньше времени не открывать. Мы должны оставаться незамеченными. Так точно. Приступаем к продвижению. Да поможет нам Бог. Мы потеряли уже два завода и наш уровень военного производства устремился к нулю. Наши гиганты с радостью вернули бы нам завод, но сил недостаточно. Мы и так очень многих потеряли. Все три наших последних рейда закончились полным фиаско. И вот-вот враг нанесет свой стратегический удал. Сейчас же начинаем модернизацию всех гигантов, что остались в строю. Мы не должны терять время. Начинаю сомневаться в силе орды Левиафана. Чёртовы трусы. Послали меня одного в этот глухой лес. Прекратить движение. Вижу гиганта в зелёном окрасе. Похож на Карла-44. Но конструкция сильно изменена. Не могу сказать точно. Кто это здесь? Разведка СССР? Как я их не заметил? Не верю своим глазам. Карл что, жив? Его уничтожили на моих глазах. Это демонический Карл. Ну, прощай, демон. Лови ядерку. Что это было? Очень мощный боеприпас. Теперь мой черёд. Мы с братом хорошенько потрудились, так как увеличить огневую мощь Иосифа без изменения конструкции оказалось невозможным. И мы готовы презентовать чертёж. Не судите строго. Иосиф нового образца по всей красе. Для должного центра тяжести пришлось добавить дополнительную ось и ещё один двигатель. И все эти доработки ради установки нового нарезного орудия. Перегрев нашему Иосифу не грозит, а скорострельность будет рекордной. Броня напрочь отсутствует, но мы компенсируем это мощным и скорострельным орудием. Проект будет завершён в нужные нам сроки. Интересно увидеть результат прокачки. Начинайте сбоку. Советы из США уже подгребли под себя всех наших союзников. Германию и Японию. Такими темпами мы вскоре всех их сотвём в порошок. И чем больше мы сократим их численность, тем ближе наша победа. Таких как Ямамото у них больше не осталось. Это был очень серьёзный и смелый противник. Нужно ставить в строй всех, кто есть в нашем резерве. Почему Фердинанд всё ещё в таком виде? Дефицит чёрных металлов, мой владыка. Досадно, но мы обязаны решить эту проблему. Можно использовать золото или платину. За основу взят стальной кузов. Он покрыт тройным слоем золотых бронепластин. И усилен платиновыми ребрами жёсткости. У нас с братом идейный кризис. Давно бы пора создать нового гиганта. А что если немного подсластить пилюлю и заключить пахи по одному гиганту из каждой союзной нации? Соревнование советской и немецкой школ танкостроения с одной лишь поправкой. Мы теперь союзники и у нас общий враг. А что? Звучит здорово. Я готов заключить пари. Я согласен. Вы получите фогу на правах хозяинов завода. Ваш монстр будет первым. Восемь дней и восемь ночей мы трудились. И вот мы готовы презентовать чертёж шара танка. Начинаем сбор ресурсов. Теперь Фердинанд это самый дорогой танк всех времён и народов. Реликвия на гусеницах. С возвращением. Время отправляться на первую боевую миссию. Ты готов? Что за вопрос? Фердинанд всегда готов. Мать моя женщина. Это ещё что за ювелирное изделие? Вы что ограбили золотохранилище? Это твоя замена. Чтобы ты мог отправиться в бой. Да одно его орудие дороже нам обошлось, чем я целиком. Вы в своём уме? Меньше слов, больше дела. Двигай в наступлении. Стоять в обороне теперь моя забота. Рано открывать огонь. У нас не будет второго шанса. Союзные войска уже вовсю баррикадируются внутри завода. Этот бой может стать для нас последним. Похоже, мне придётся штурмовать их завод-крепость. Ну что ж, крепость против крепости. Это будет захватывающе. Нахлобучивают нас знатно. Первую и вторую линию обороны враг уже прорвал. Ещё не всё пропало. Остался мостный гарнизон и два храбрых гиганта. Рано опускать нос. Необходимо предупредить союзников, пока не стало слишком поздно. Ты абсолютно прав. Вскоре нам будет не до этого. Самое время начинать строить баррикады и закрывать все проходы внутрь завода. Он станет нашей крепостью. Хороший темп, парни. Покажем оппонентам, где раки зимуют. У Шаротанка не так и много модулей. Две башенных установки и четыре орудия. Мы уже на финальном этапе. И вскоре проект будет завершён. Израсходова на 90% запаса стали. Проект выполнен в лучшем виде. Начинаем установку модулей. С этой дистанции я уже могу выцелить Ахиллесову пяту этого гиганта. Открывать огонь. Бей прицельно. Я попробую пробить башню. Да как вы этого не усвоите? Вам меня не пробить. Сложите оружие и будете жить. Не могу попасть в движущуюся цель. Уязвимое место очень маленькое. Я тоже его не пробиваю. Не оставляй попыток выцелить. Вы что с испугу забыли как целиться? Не бойтесь, я добрый. Просто сложите оружие. Как он меня пробил? Молодец, Ратте. Теперь мне будет проще попасть в эту цель.